Приветствую вас! Мне хотелось бы как-то, ну, говорить что-то, что не связано напрямую с вашим вопросом, вот. Поэтому я сперва отвечу на него, а потом уже дам комментарии, которые, мне кажется, имеют определенное значение для вас. Во-первых, эмоциональная волевая сфера называется так, потому что и эмоция, и воля – это, по сути, дело обе характеристики психики. И воля невозможна без эмоций, а эмоции без воли также невозможны. Дело в том, что воля является проявлением, проявлением произвольности. То есть, если человек совершает волевое усилие, он это делает произвольно. Произвольность здесь – это отношение делать то, что я хочу, делать то, что нужно. И поступая подобным образом, человек волей-неволей, видите, волей-неволей проявляет эмоции. То есть, волевое поведение всегда эмоционально окрашено как-то. Именно поэтому и называют эмоционально волевая сфера. Эмоции и воли неразрывно между собой связаны. Человек без эмоций, словно говоря, безэмоциональный человек, по сути дела, является тем, кто подавляет себе волю. Человек безвольный является, по сути дела, тем, кто эмоционально очень беден. Ведь эмоция, когда человек что-то делает, когда человек хочет как-то поступить, в первую очередь он испытывает эмоции. И потом уже основываясь на эмоциях, строится его поведение, строится его взгляд, строится его деятельность. Именно поэтому эмоциональная и волевая сфера объединяются. Волевая сфера, в отличие от эмоций, куда несколько более узкая. То есть, эмоциональная волевая сфера – это сочетание общего и частного. Воля – это частное по отношению к эмоциям и направлено исключительно на произвольность. То есть, на то, что человек именно хочет и считает нужным делать. Так как эмоции бывают и непроизвольными сточем. И именно поэтому воля является частичным проявлением эмоций. Опять же, именно так и образовывается. Значит, в чем связь эмоций и воли? Я вам рассказал, хочу осознать, где же та самая кнопка, какая именно кнопка и для чего кнопка. Не очень понятно. Могу вам сказать только следующее. Что, как я понял, у вас обычно про эмоциональную волевую сферу говорят тогда, когда имеет место быть простинация. И тогда вам нужно просто четко понимать цель, ради чего вы хотите сделать то или иное действие. То есть, эмоционально его окрасить. И тогда проявится воля, и вы сделаете то, что нужно. Если вы не видите цели, нету правильной эмоциональной окраски того, что вы хотите, и, соответственно, нет волевого поведения. Так, и теперь, отвечая на ваш вопрос относительно... Это и даже не вопрос, а... Говоря вам относительно того, что вы пишете о долгом времени разбора с собой, вытаскивая себя за волосы из болота, что имеет место сильный самосаботаж. Запутался, похоже. Тут я бы вам рекомендовал все-таки личную консультацию, а не вот это вот самолечение, которое ни к чему-то не приводит, кроме столько же еще большего загрязнения вашей психики, и еще большего сопутывания. Только психолог может понять и может помочь вам, значит, разобраться со своими проблемами. Для этого психологи и нужны, чтобы человек лучше себя понимал. А если бы человек мог понять сам себя, то тогда психологи бы не были нужны. Но, как показывает опыт, человек, который пытается понять сам себя, всегда терпит, к сожалению, поражение. Так что вы можете тратить свои силы и время на то, чтобы пытаться понять себя, а можете облегчить себе задачу и воспользоваться с помощью профессионалов, которые занимаются этим и так далее. Но решать, конечно, вам. На этом все. Надеюсь, что помог вам, если какие-то дополнительные вопросы остались. Пишите в личку, я вам помогу, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи.